Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте! Коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот такое объявление появилось на 170 гаражах на улице Невельского. Администрация Ленинского района, не предупреждая заранее, просит в 10-дневный срок демонтировать строение самостоятельно. Убрать за 10 дней то, что стояло полвека. Кому помешали 200 железных гаражей в Ленинском районе Новосибирска? Мотивацию 100% дает, потому что хочется и больше заниматься, и больше делать всего, всего, всего. Материальное поощрение за нематериальные заслуги. Кому положены именные стипендии губернатора Новосибирской области? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Андрей Травников сегодня в Сочи провел заседание Комиссии Госсовета по науке. Обсуждали перспективы развития наукоградов и создания стимулов для молодых ученых. Мой коллега Сергей Толмачев работает в образовательном центре Сириус. Сергей, добрый вечер. Вам слово. Здравствуйте, Иван. На сегодняшней комиссии Госсовета обсуждали в основном развитие научно-технических инициатив в регионах, не столичных регионах нашей страны. Именно на таких заседаниях и разрабатываются государственные программы. Без помощи государства такое развитие просто невозможно. Ну, например, есть 218-е постановление правительства, согласно которому инноваторам, которые представляют свои стартапы, могут выделять субсидии. Субсидии солидные, до 100 миллионов рублей, но в течение пяти лет эти инноваторы должны отчитываться за каждый вложенный рубль. То есть они должны выпускать именно новую технологическую продукцию. И вот эффективность этой программы, она просто потрясающая. На один вложенный государством рубль приходится 14 рублей экономического эффекта. Говорят сегодня и о развитии моногородов, то есть концентрации научных потенциалов в одном месте. В Новосибирской области это Кольцово, это Краснообск и, естественно, Академгородок. Но в последнее время по такому пути идет все больше регионов нашей страны. Если 3-4 года назад звучали программы по развитию и на Томска, и на Полиса, Остров Русский и Академгородок 2.0, и, пожалуй, все, то вот только в течение последнего 2021 года мы на разных площадках рассматривали достаточно проработанные программы комплексного развития таких территорий, как Гатчина, как Обнинск, как Большой Саров, как ожерелье наукоградов Подмосковья и так далее и тому подобное. Обсуждают сегодня и то, как заинтересовать молодых ученых, выпускников вузов оставаться там, где они, собственно, учились. Для этого тоже есть несколько программ. Понятно, что главное для молодого человека это жилье. Ну вот, например, из новых для высшей школы экономики в Москве построили арендный дом. То есть молодые люди просто арендуют квартиры по гораздо меньшей цене, чем если бы они платили за квартиру съемную. Такие варианты тоже прорабатываются. Ну, а для тех, кто только учится в стране, запущена масштабная программа строительства кампусов мирового уровня. Новосибирск в числе таких городов. Отобрано 27 проектов, разделенные на две категории. Кампусы мирового уровня, кампусы национального уровня. Из них 8 проектов не просто отобраны, а обеспечены финансированием в размере 162 миллиарда рублей. 7 из 8 кампусов в регионах. Это Новосибирск, который уже строится. Кстати, идея Академгородка, которая прорабатывалась в горизонте там 18-19, в 20-м стартовала, как вы знаете, и мы уже на строительной площадке. Это важная, мне кажется, история, благодаря взаимодействию с федеральными и региональными властями и там с бизнесом. Причем кампус в Новосибирске строится не для Новосибирского госуниверситета, а для Академгородка в целом. Предложения, которые прозвучали сегодня на комиссии госсовета, систематизируют, обработают, дополнят и внесут в проект новой масштабнейшей программы научно-технического развития России. Ну, а здесь в Сочи продолжается Конгресс молодых ученых. Завтра мы с вами увидимся вновь. Иван. Спасибо. Сергей Толмачев о заседании комиссии госсовета по науке. Сегодня День Героев Отечества. Чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы, ныне живущих и уже ушедших. День Героев России. Все тех людей, которые совершили подвиг на благо людей, на благо нашей отчизны. Убивство трижды Героя Советского Союза, маршал авиации Александра Покрышкина, первые лица региона и курсанты торжественно возложили цветы. Напомню, праздник утвердили в 2007 году. Он объединяет историю воинских подвигов и Героев Российской Армии. В МЧС подвели итоги работы уходящего года и наметили план на будущее. В здании правительства области сегодня собрались главы спасательных управлений со всего федерального округа. В Новосибирск прилетел и заместитель министра МЧС России Виктор Исуценко. Он сообщил, что в уходящем году трагических случаев стало меньше, чем в 2020 году. Например, число погибших во время пожаров сократилось на треть, а утонувших почти наполовину. Но ведомству нужно продолжать не только спасать людей, но и предотвращать чрезвычайные ситуации. В том числе и при помощи цифровых технологий, например, беспилотников и компьютеров, которым под силу просчитать и спрогнозировать стихийные бедствия. Используем системы космического мониторинга. Создаем систему ортофотопланов. Это не просто снимок местности, это модель, в которую автоматически закладываются архивные данные, в которые закладываются данные космического мониторинга, то есть снимок данной местности. В целом строится 3D-модель, это все происходит практически в режиме онлайн. Две-три минуты и эта модель готова. Бюджет Новосибирской области на 2022 год готовит к рассмотрению во втором чтении на сессии ЗАГС Собрания. Губернатор внес поправки, по которым дополнительные средства заложены на повышение зарплат и увеличение ассигнований в бюджетную сферу. Проект региональной казны ориентирован на выполнение социальных обязательств и продолжение всех начатых проектов. В приоритете образование, здравоохранение и социальная защита. Откорректированные параметры предполагают рост доходной части до 226 млрд. рублей, расходный до 242. Второе чтение законопроекта намечено на 16 декабря. Безусловно, мы учли все вовремя поступившие перераспределительные инициативы от наших профильных министерств и ведомств. И в структуре бюджета, конечно, максимально постарались точно откорректировать, исходя из уточненных сроков и стоимости строительно-монтажных работ, нашу строительную программу по всем ключевым социально значимым объектам капитального строительства. Вы знаете, это у нас прежде всего объекты образования, культуры, спорта и здравоохранения. Тем временем областные парламентарии приняли ряд поправок в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. В документ внесли новые транши на общую сумму в 2 млрд. 471 млн. рублей. Средства выделены в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Кроме того, в проекте значится ежегодный прирост бюджета фонда примерно на 3 млрд. рублей. При этом, по мнению депутатов, о плановой медицинской помощи также не забывают. В регионе реализуют ряд национальных проектов, которые позволят привлечь дополнительные средства в социальную сферу и отрасль здравоохранения. Мы надеемся, что такая же поддержка по всем направлениям будет происходить. Не забывайте, что у нас работают отличные национальные проекты. Мы продолжаем строить и развивать, как говорим, ФАПы. Их не просто сооружать, но еще и готовим кадры. Это всесторонняя поддержка не только программы «Земский фельдшер», «Земский доктор». Но это еще и дополнительное то жилье, которое сегодня по решению губератора Андрея Сачатровникова приобретается на территории. 382 жителя региона заболели коронавирусом за минувшие сутки. 240 человек выписали из больницы. Об этом сегодня рассказал министр здравоохранения области Константин Хальзов. Кроме того, продолжается массовая вакцинация. В регион регулярно поступают новые партии препаратов. А полный курс уже прошли больше миллиона жителей области. Коечный фонд, который сегодня развернут, он 4700 позволяет нам сегодня всех обеспечить, кто нуждается в госпитализации. Дополнительного перепрофилирования пока не планируем, учитывая, что достаточный коечный фонд, практически 25% у нас есть, 20% есть свободного коечного фонда. Это очень хороший показатель. Вот могу сказать, что за последние сутки выписали 240 человек. То есть это говорит о том, что у нас уже имеется здесь положительная тенденция, динамика по организации медицинской помощи, выписке и вновь поступивших пациентах. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Сама членочная комиссия по борьбе с ТИФом, не только в Новониколаевске, но и в общесибирском масштабе, к апрелю месяцу они были ликвидированы. В силу того, что задача борьбы с ТИФом, она была решена. Для Новосибирской области, например, потребность специалистов сферы IT, мы третьи по России по востребованности таких специалистов после Москвы и Санкт-Петербурга. Дети ждут. Дети ждут каждый раз, и каждый раз они рады, и каждый раз ты понимаешь, что усилия, которые ты прикладываешь для сборов, для каких-то моментов, они не тщетные, они вознаграждаются улыбками и радостью. Неожиданное переселение на улицу Невельского. Жителям поставили ультиматум в 10-дневный срок убрать почти 200 гаражей. А вот кому вдруг помешали строения, стоявшие полвека, не объяснили. Не знают жители и причину такой поспешности. Подробнее в сюжете Александра Попова. Эдуард Анатольевич эвакуирует свое имущество. Колеса и стройматериалы до выходных друзьям вывезти успевает. Но как без гаража заводить в морозы свою старенькую машину, не знает. Ни в больницу не съездить, ни в магазин. Вот такое объявление появилось на 170 гаражах на улице Невельского. Администрация Ленинского района, не предупреждая заранее, просит в 10-дневный срок демонтировать строение самостоятельно. И это зимой, когда люди не смогут ни перенести гараж в другое место, ни вывезти вещи на дачу. Некуда вывезти сейчас. Если кто на дачу хочет вывезти, так все завалено же снегом, не проехать ничего. Хотя бы до лета, хотя бы то, что в гараже лежит, на огород отвезти. Ну это же смешно 10 дней. Жители ждут, что может быть кто-то приедет объяснить причину, даст отсрочку. Однако в ультиматуме все прописано четко. Иначе гараж признают бесхозяйным и демонтируют. Видимо вместе с вещами. Мне придется 4 велика поднять в квартиру, 3 самоката. Я многодетная мать, у меня 4 детей. И двое санок. Не считая автомобиля, колеса. Люди надеются, что подобные действия незаконны и уведомлением лишь запугивают. Сначала должна быть комиссия, в которой должно быть 2 депутата как минимум. Потом это решение комиссии должно выложено быть в общий доступ. То есть куда-нибудь в интерн, это ли еще куда-нибудь. Жители обивают кабинеты городской администрации. Правда, там в связи с пандемией приема нет. Пишите письма. Ну там сроки указаны, что в течение 30 дней ответят, что нам 10 дней дали. Ну куда я, да? В ответ на запрос журналистов УТС в мэрии сказали, что работаете ведут в рамках проекта «Городская железная дорога». А гаражи мешают как нормальному санитарному состоянию территории, так и использованию остановочных платформ. Однако почему полвека не мешали и не могут постоять хотя бы до весны, не объяснили. Александр Попов, Константин Минин, новости УТС. Прямо сейчас короткая реклама, а сразу после мы продолжим. Валеная обувь от Ивана Лапина. Ваше здоровье в ваших ногах. Успеть к Новому году, достроить дом. Думаешь, чудес не бывает? Скорее в 100 дел. Берем все самое необходимое. Творим волшебство. Создаем все задуманное. И наслаждаемся результатом. Простые чудеса с магазином 100 дел. Ух ты! Унты? Эгей! Из Элэй! Настоящие якутские унты. ТЦ «Версаль» и ТЦ «Континент». 375 05 98. Начинающие и талантливые будущие актеры, музыканты, архитекторы. Сегодня одаренным детям и творческой молодежи вручили свидетельство о назначении стипендии губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства. Подробнее в сюжете Натальи Цопиной. ТЦ «Версаль» Это на самом деле как работа. Это сложно назвать работой. Это удовольствие одно. Ты выходишь на сцену, на тебя смотрят зрители, и ты еще за это получаешь какие-то деньги. Прекрасно. Не работа, а мечта. Стипендии имени Геннадия Заволокина, Анны Покиченко, Лидии Мясниковой, Андрея Кричкова. Память о тех великих артистах, архитекторах, художниках, кто связал свой жизненный и творческий путь с Новосибирской областью. Сейчас мы имеем фактически весь спектр наших замечательных деятелей культуры, которых мы можем вспоминать. И с удовольствием это делаем, чтобы ребята знали эти имена, чтобы они живы были в истории Новосибирской области. И в преддверии юбилея области нам особенно приятно. Десятки одаренных детей и творческих студентов стали губернаторскими стипендиатами. Они победители и участники российских и международных конкурсов. Некоторые такие свидетельства получают уже не первый год. Что дает ребятам именная стипендия? Стимул, пожалуй, для дальнейшей работы еще более яркой и продуктивной. Мотивацию 100% дает, потому что хочется и больше заниматься, и больше делать всего-всего-всего. Ну и поддержка, я думаю, что-то можно приобрести, что-то может быть для учебы, для института реквизит. Настоящее и будущее Новосибирской области. Люди, прославляющие регион, далеко за его пределами. Сегодня звучат слова благодарности школьникам и студентам. А они говорят спасибо тем, без кого не добились бы таких успехов – преподавателям и родителям. Наталья Ацопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Одну из улиц Октябрьского района Новосибирска планируют назвать в честь Александра Рожкина. Это первый начальник и создатель военного училища внутренних войск, ныне Института войск Национальной гвардии. Информация прозвучала на Всероссийской научно-практической конференции «Патриот». Форум стартовал сегодня и будет работать всю неделю. Программа насыщенная. Более десятка мероприятий – круглые столы, выставки и военно-патриотическая игра «Путь к победе». Тему продолжит Константин Клещин. Туман и хаос. Примерно так видят прошлое своей страны многие, особенно молодые россияне. И, к сожалению, у этого есть рукотворные причины. Начатая в переломный момент для страны кампания враждебного пересмотра истории до сих пор не сошла на нет. Остается почва для спекуляций со стороны псевдоспециалистов. Выход из ситуации участники конференции «Патриот» видят в лекциях и беседах, открытом обсуждении на основе фактов, а также в создании музейных комплексов, какой, например, планируют в новосибирском военном городке. После тех мыслей и желаний, которые высказали министр обороны и губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Трамников, мы все-таки в завершении 80-летия Великой Победы получим тот комплекс, которым мы будем гордиться. И этот комплекс будет являться примером для всех больших городов нашей страны. Чтобы молодежь не увлекали идеей диванных интернет-стратегов, большое значение имеет работа сотрудников архивов. У них первоисточник знаний. Например, Новосибирский областной архив выпустил несколько значимых публикаций по военным событиям. В частности, о борьбе с последствиями эпидемии ТИФа в начале 20-го года прошлого века. Это период смены власти. Сегодня новоявленные интерпретаторы представляют те события как динамичную военную драму с путанной и чаще садистской подоплекой. А на самом деле правительство Колчака не справилось с эпидемией, которая косила и военных, и гражданских. И воевать, по большому счету, уже было некому. С распространением болезни начали бороться большевики, создав чрезвычайную комиссию ЧАКОТИФ. Ее вклад был решающим. Сама чрезвычайная комиссия по борьбе с ТИФом, не только в Новониколаевске, но и в общесибирском масштабе, к апрелю месяцу они были ликвидированы в силу того, что задача борьбы с ТИФом была решена. Вот эти вот тысячи разбросанных по всей Сибири трупов были захоронены или сожжены. То есть была проведена громадная работа. Нынешняя конференция «Патриот» уже третья. Она проходит в год юбилея битвы за Москву. 80 лет. Первое большое поражение фашистской Германии. Победа, которую Красная Армия одержала своими силами без помощи союзников, опираясь на свои ресурсы, главным из которых оказались сибиряки. Константин Клещин, Евгений Павлов, Новости ОТС. Урок цифры прошел сегодня в одной из новосибирских школ. Это всероссийская акция, в ходе которой детей знакомят с разработкой видеоигр и профессиями, с ней связанными. Подробнее расскажет Дмитрий Антипов. Настоящие геймдизайнеры простым языком объясняют школьникам, как строится разработка и какой путь проходит игра от первого концепта до полноценного выпуска и насколько профильные специалисты сегодня востребованы в этой сфере. Для Новосибирской области, например, потребность специалистов сферы IT мы третий по России по востребованности таких специалистов после Москвы и Санкт-Петербурга. То, что у нас эта отрасль активно развивается, и здесь много IT-компаний, естественно, рождает спрос на таких специалистов. Среди обывателей распространено заблуждение, якобы у нас в стране ничего серьезного в такой высокотехнологичной сфере не создают. Что полностью неверно, российские студии, такие как Battle State Games и GuideZine Entertainment, известны во всем мире благодаря играм Escape from Tarkov, перестрелки в которые считают одними из самых реалистичных, и War Thunder, где можно почувствовать себя пилотом аэрокобры один в один, как у Покрышкина, или мехводом танка. Но на этом заслуги россиян на мировом рынке не заканчиваются. На основе книги московского писателя Дмитрия Глуховского российско-украинская команда разработчиков создала серию игр «Метро», в финальной части которой геймер может побродить по улицам и станциям подземки Новосибирска и другим местам России после ядерной войны. После лекции ребята отправляются по классам, где пробуют самостоятельно справиться с основами разработки. Дмитрий Елагин сам любит игры, особенно в жанре королевской битвы, например, Fortnite. И даже пробовал себя в разработке при помощи бесплатного набора инструментов Unity. Кстати, упомянутый ранний Escape from Tarkov создали при помощи таких же инструментов. Ну, столкнулся то, что очень сложно найти материал для учебы, не чтобы понять, что делать. Я смог только создать блок и все. Ну и передвижение для него, и все. Сегодня рынок видеоигр — это целая индустрия с огромным бюджетом. Если сравнивать с кинематографом, то самый дорогой фильм «Пираты Карибского моря 3» сняли за 330 миллионов долларов. А бюджет разработки GTA V составил чуть более 300 миллионов. И примеры таких стран, как Польша и Швеция, которые совсем недавно вошли в число лидеров индустрии, показывают, что при наличии кадров все высоты достижимы. Дмитрий Антипов, Антон Мамаев. Новости ОТС. В Куйбышеве стартовала благотворительная акция по сбору новогодних подарков для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. Сладости и игрушки адресатам доставят Дед Мороз и Снегурочка. Подробнее в сюжете Оксаны Тимошенко. Мы мимо такой акции не могли пойти. Тепло и радость маленьким сердцам Надежда и Татьяна дарят уже много лет. Вот и сейчас готовятся принять гостей в детском развлекательном центре. Его открыли совсем недавно. Надежда совмещает работу с общественной деятельностью в ТОСе, и чтобы поучаствовать в благотворительной акции, усилия решили объединить. Сертификат из магазина игрушек уже передали организаторам акции. Это же добро дать детям, которые нуждаются в этом, которые, может быть, не видели даже таких подарков. Жители очень даже положительно относятся. Спасибо им очень большое и совету ТОС. Мы это знаем, те, кто придут, они придут в любом случае, получат такую дозу сказки свою. А дети, которые не могут прийти, потому что их некому привезти сюда. К ним сама сказка приедет с подарком. Вот хотя бы, да, в подарок помочь им, чтобы сказка пришла к ним. Благотворительную акцию фонд «Протяни руку помощи» проводит не первый год. Благодаря неравнодушным жителям подарки к новогодним праздникам получат сотни детей из малообеспеченных неблагополучных семей Куйбышевского и Барабинского районов. Любой может помочь абсолютно. Дети ждут. Дети ждут каждый раз. И каждый раз они рады. И каждый раз ты понимаешь, что усилия, которые ты прикладываешь для сборов, для каких-то моментов, они не тщетные. Они вознаграждаются улыбками и радостью. Наборы сладостей и игрушек адресатам вместе с представителями фонда доставят волонтеры. Дорогие жители Куйбышевского района, мы приглашаем вас принять участие в благотворительной акции. Принести мягкие игрушки, подарки, либо конфеты, которые мы обязательно передадим детям и поздравим их с наступающим Новым годом. Акция по сбору подарков для детей продлится до 25 декабря. Желающих поучаствовать ждут в волонтерском корпусе городского молодежного центра. В этом году организаторы рассчитывают порадовать больше 200 ребят. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. И на этом у меня все. Еще в студии работал Иван Гудинов. До встречи. Здравствуйте. Прогноз на 10 декабря. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет паспорно. Временами небольшой снег. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Влажность 83%. Температура ночью минус 9,11. Днем минус 10,12. В последующие 2 суток будет паспорно. Температура воздуха в субботу минус 8,10. В воскресенье минус 9,11. На этом о погоде все. С вами была Ольга Савельева. Всего хорошего и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!